Зима, пожалуй, самый опасный сезон года как для пешеходов, так и для транспорта. При гололеде значительно увеличивается количество дорожных транспортных происшествий и уличных травм, ушибов, переломов и вывихов. Поэтому в период холодово-дорожные службы, особенно на Чеку, они круглосуточно проводят мониторинг состояния дорог и в случае необходимости осуществляют противогололедную обработку. Средства против обледенения можно разделить на естественные, природные, обычный или строительный песок, щебень. Противогололедные реагенты, полученные химическим путем в лабораторных условиях, хлорид кальция, натрия, магния и другие. Реагенты антиобледенительные, они бывают в первую очередь на основе солей, либо на основе органических соединений, которые хорошо смешиваются с водой и обладают более низкой температурой кристаллизации. Если мы говорим о таких классических антиобледенительных реагентах, это самый простейший натрий-хлор, который вы можете взять в любом магазине, пойти высыпать на свою дорожку около дома, только не удивляйтесь, если у вас потом там перестает расти трава. Посложнее это уже берут смесью, но на самом деле точно такие же. Это кальций-хлор смесью с натрий-хлором. Они понижают температуру кристаллизации воды вплоть до минус 40 градусов. Выбор противогололедного реагента зависит от ряда факторов, включая температуру, параметры дорожного покрытия и возможные негативные последствия для окружающей среды. Принцип использования веществ основан на том, что температура замерзания воды с разведенными в ней хлоридами солей ниже, чем температура замерзания естественных осадков. Противогололедные реагенты бывают жидкими, твердыми и гранулированными, но все они имеют общее свойство – понижают точку плавления снега. Само название говорит о том, что вещество вступает в некую химическую реакцию с окружающей средой – ледяным покровом. Наиболее популярным среди антигололедных реагентов стали твердые химические комбинированные реагенты на основе модифицированного хлористого кальция и магния. Их распределяют с помощью имеющейся у дорожных служб спецтехники, что позволяет обрабатывать большие территории. Современные средства, которые, например, сейчас ездят, разбрызгивают, они с разбрызгивателями, именно жидкие, они основаны уже на растворимых полимерах, такие как полиэтиленгликоль, полипропиленгликоль, ну и, естественно, с небольшим добавлением тех же самых солей для усиления. И поэтому последние автомобилисты могли заметить, что грязь, которая на автомобилях зимой, она стала гораздо более жирной, потому что все эти полиэтиленгликоли, не только полиэтилен, любые гликоли, они грязь связывают и налипают в виде пленки. В первую очередь обрабатываются подъемы, спуски и мостовые сооружения, так как они представляют наибольшую опасность из-за возможного скатывания. Один из основных противогололедных реагентов – соль, хлорид натрия. Она способствует быстрому растворению снега и его предотвращению в жидкую форму, что улучшает сцепление колес автомобилей с дорожным покрытием. Еще одним наиболее эффективным средством является хлористый кальций, который обладает высокой плавящей и адсорбирующей способностью. Кроме того, при правильном применении он безопасен для растений и животных. Еще один реагент – хлорид натрия, который предотвращает образование снежно-ледяного слоя или ослабляет его сцепление с покрытием, снижая образование гололеда. Если мы говорим о классических реагентах, то это засаливание почв, так или иначе все это растает, попадет в сточные воды. Да, конечно, система очистки с помощью флакулянтов какое-то количество свежего это выделит, но все равно это все попадет в конце концов в реку и изменится ионный состав воды, что негативно может создаться на природе. Если мы говорим о ПЭГах и различных других гликолях, то они в первую очередь могут подвергаться различному гидролизу, и когда их молекулярная масса уменьшается, они могут стать вообще физически токсичными. В Казани в качестве противогололедных реагентов часто применяются твердые и двухфазные реагенты, а на второстепенных дорогах, тротуарах – песко-соляная смесь, которая считается более экологичной и безопасной для лапок животных. Несмотря на повсеместную обработку дорожных покрытий, стоит избегать резких движений и маневров, и всегда быть на чеку. Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универ Новости.